Дорогие друзья, сегодня я с вами хочу поговорить о ситуации в Крыму. Просто фейковые новости, то, что происходит. Даже блогеры наши крымские разделились на тех, кто за то, чтобы себя посадить чуть ли не на карантин, закупают продукты. Другие говорят, мы ничего закупать не будем, никаких действий проводить не будем, чтобы народ не нагнетать обстановку. По поводу карантина. Карантина никакого нет. Есть предупредительные меры, которые Аксенов подписал своим указом. Это по поводу дистанционного обучения учащихся. Возможно, продлят каникулы, как по всей России, хотя младший класс может и не заденет. В садике все работают. Все учреждения также работают. Работают у нас и предприятия. На предприятиях рекомендовано принять предупредительные такие меры, как измерение температуры в обязательном порядке, разъяснительную работу проводить о необходимости гигиенических процедур. В принципе, те меры, которые принимаются, хочу сказать, они очень своевременные. Были бы еще, наверное, по осени, когда начинаются заболевания респираторные, когда грипп начинается. И все те меры, которые сейчас принимаются, они актуальны при любом заболевании. И хорошо было бы, если бы всегда действовало то, что ты приходишь на работу, у тебя температура, тебя подправляли на больничную, они говорили, поработай, пожалуйста. И хорошо, если бы с температурой ты мог бы вызвать врача на дом, и при этом бы тебе не говорили, приди в больницу. Это нормальные меры, которые должны применяться не при каком-то там непонятном для нас еще вирусе, а при тех заболеваниях, которые есть, ежегодно есть. Они, слава богу, сейчас уже идут на СПА, согласно сайта Роспотребнадзора. И согласно тех же официальных данных, коронавируса у нас в Крыму нет на данный момент. И, ну, живя в Крыму, да, я могу сказать, что, да, люди болеют обычными заболеваниями, и грипп у людей есть, и, как обычно, есть определенная смерть от всех болезней, от которых обычно погибают, от той же пневмонии, ну, единичные случаи, да, какие-то там в течение года. И, в принципе, очень хорошо, что мы не знаем, что такое пандемия, что такое заполненные больницы, у нас такого нет, у нас спокойно все. Смотря на то, что по указу Аксенова, в случае, если работник заболел, у него температура, его должны отправить домой, еще проследить, чтобы он вызвал на дом скорую, ни в коем случае не должен идти сам в больницу, по факту получается обратно. Человек заболел, звонят в скорую, ему говорят, у нас нет возможности приехать к вам на дом, придите, пожалуйста, в поликлинику сами. То есть о каком вообще карантине может идти речь в таких условиях? И речь даже не о коронавирусе, речь просто о том, что идут обычные сезонные заболевания. Человек от температуры, к нему обязаны приехать домой и выписать больничный, если человек лежит дома с температурой. В идеале, конечно, скорая, она должна быть оборудованием, какие-то экспресс-анализы должны браться. Чтобы ему не давали направление, а там, ты сегодня пришел, даже если врач тебе пришел, выписал направление, ты все равно больной, пускай у тебя там спала, температура на сегодня не спала, тебя отправляют на следующий день или через два дня, но ты должен прийти сдать анализы. Но это, извините, конечно, такую медицину начинаешь ненавидеть. Поэтому тут у нас, конечно, не все в порядке, и дело не в каком-то там вирусе. Дело вообще в отношениях медицины к человеку. Поэтому я сама в больницу никогда не обращаюсь, не вожу своих детей, даже если мы переболели, мы обычно лечимся сами и ходим в больницу, в принципе, только за справкой. Если у нас дети более трех дней дома находятся, значит, мы идем за справочкой. У нас была осенью ветрянка, например. И, честно, мне страшно их везти в больницу, потому что я понимаю, сколько там всякой заразы. Поэтому в больницу лучше не обращаться. И, конечно же, желаю быть всем здоровым, чтобы туда не ходить. Я живу на севере Крыма, это город Красноперековск. На данный момент я была вот вчера буквально на рынке в магазинах. У нас все полки полные. Да, там, где-то я заметила, что вот именно на такие вот, как крупы, макароны изделия, некоторые магазины поднимать стали цены. Но это все, я думаю, временное явление. Людям просто не надо поднимать никакой ажиотаж, и цены опять уравняются. Хотя, возможно, это и с увеличением доллара опять пошли цены вверх. Ну, особых таких вот я не заметила повышений, каких-то там сверхъестественных. Сама я ездила лично вчера, покупала мешок муки домой. Не потому что я запасаюсь на месяц или на год. Я всегда беру раз в полгода мешок муки. Мы печем хлеб безрожжевой дома всегда. Я в частном доме живу и на окраине города, естественно. Семья у меня 7 человек. Я не закупаюсь никогда по килограмму. Если я беру крупы, я беру как минимум 25 килограмм мешочек, ну, редко 5 килограмм. Если я беру сахар, я беру его мешок. Но основные свежие продукты, которые там, какие-то фрукты, какие-то там, не знаю, уже колбасные изделия, да, там. Мясо у нас свое. Ну, хотя, смотря какое, рыбу мы там докупаем. Это постоянно. Молочное у нас тоже постоянно закупается. Его невозможно взять надолго. А то, что не портится, там, соль, еще что-то, ну, мы всегда берем впрок. Мы привыкли так жить. В принципе, поехав на рынок, я, в общем-то, все, что хотела, купила и никаких ни очередей, ни ажиотажа нигде не увидела. Слава Богу, у нас в городе такого нет. И считаю, что ажиотаж в больших супермаркетах создается искусственно. Ну, в принципе, есть определенная информация, которая это подтверждает. Поэтому, если вы побывали в какой-нибудь там большом супермаркете, типа Ашана, увидели где-то там пустые полки, сходите в соседний магазин какого-нибудь частника, и вы увидите, что там все есть. Вот и весь ажиотаж, в общем-то. Надо ли закупаться наперед, надо ли так готовиться? Ну, пока МИС нет ни единого случая, зарегистрированного в Крыму, и нет такой вероятности, что всех закроют на карантин в своих жилищах, в квартирах и домах, но не вижу я смысла закупать наперед. И более того, увидела даже ролик в интернете, где шел разговор о том, что призывал просто один блогер, Дрефс, говорит, вы что, говорит, вы с ума сошли? Вы забрали всю бумагу туалетную с магазина, а бедному дедушке, у которого нет денег, который ходит за единым рулончиком, он пенсионер, говорит, пришел и смотрит на эти пустые полки, говорит, вы что, в чумели? Ну, действительно, есть такой момент, как бы все равно, если у нас логистика предусматривает, что в определенное количество времени ходит определенное количество товара, а тут налетают и в ажиотажа все раскупают, ну, это просто ненормально. Хотя, я же говорю, в принципе, выйдите из большого супермаркета, зайдите в какой-нибудь двор, в обычный магазин, и вы там все купите, там все есть. В аптеках масок не хватает, ну, а куда вы в маске хотите ходить-то тоже собираетесь, она 100% не защищает, ну, где-то, если есть необходимость, такая можно ее в конце концов пошить, если вы хотите. Антисептики. Антисептики, ну, нету, прыскающего, возьми, купите себе салфетки влажные, спиртовой раствор сделайте, обычный для протирания, если вы куда-то идете, но дома, домой эти антисептики, они вообще, в принципе, не нужны. Купите дегтярное мыло, то же самое, там будет в тысячу раз лучше, причем даже с косметической точки зрения. Пускай не очень хорошо пахнет, но как антисептик очень хороший, и для кожи действительно хорошо будет. Поэтому, конечно, я считаю, что не стоит мотаться сейчас по странам, возьмите просто свои попы, и без лишней надобности не надо там куда-то ездить. Даже очень, если хочет, и даже деньги, если карманы жмут. Ну, в конце концов, у нас Крым очень красивый, можно отдохнуть на месте, погулять и посмотреть, и что. И так же, в принципе, другим пока. Ну, пока такая ситуация неопределенная. Ну, посидите вы дома, не едьте никуда, и в Крым даже к нам. Если не будете ехать, не сильно сейчас кто-то расстроится. А в сезон уже, я думаю, все наладится, и будет все хорошо. Насколько вообще этот вирус такой страшный, что такой ажиотаж, ну, я думаю, он не настолько страшный, на самом деле, как его рисуют, как был птичий гриб, как был свиной гриб, которого, в принципе, я думаю, никто так и не увидел, и не переболел в реальности. Ну, может быть, есть это заболевание, может, его нету. Я не берусь судить, насколько это искусственно создано. Вообще, хотя говорят, да, искусственно создан этот вирус, или есть ли он вообще, но чтобы создавать такой ажиотаж, это СМИ, видимо, сильно стараются. Поэтому всем и все хорошо, всем и здоровы. если болеем, то обычными заболеваниями, гриб нисколько не легче, но мы очень тот же коронавирус, как его рисуют, с теми же симптомами гриба, да, поэтому профилактика витамина. Витамин С, витамин А очень хорошо для профилактики вирусных заболеваний, причем любого вируса. Защищает клетки от проникновения вируса внутрь. Будьте здоровы, до свидания, пока-пока.